Поехали 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 По Твоим контролям Абсолютно все Аллилуйя Пусть будет столб облачный над церковью Твоей И столб огненный днем и ночью Пусть дьявол не подкопает ночью и не придет, как тать Пусть Твоя рука, Твоя защита будет нами Над нашими детьми, над нашими семьями Мы провозглашаем Божью защиту во имя Иисуса Аллилуйя 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 Возвольте славу Иисусу Спасибо огромное, левиты, спасибо музыканты Аллилуйя Давайте воздадим славу Иисусу Несмотря ни на что Он приходит Он посещает, несмотря ни на какой грех, ни на какие обстоятельства Бог верен Своему Слову Аллилуйя Никогда не привыкай к Божьему присутствию Если Бог пришел, это значит милость и благодать Сегодня многие люди Мучаются во грехах Мучаются в алкоголе, в проклятии Они нуждаются И они не могут найти выхода А ты можешь найти, ты в этой славе находишься Поэтому воздай по-настоящему славу Господу За то, что Он избрал и скупил тебя Аллилуйя Присаживайтесь Сегодня прекрасный день Этот день сотворил Господь Я благодарю моих пасторов Которые позволили мне быть на этом месте И хотел сегодня поделиться Словами, откровениями Которые опять-таки не мои А наших пасторов Пастора Михаила Аллилуйя Вы знаете, в последнее время Я смотрю и наблюдаю такую картину Что мы живем в особенное время Да, это последнее время Но каждое время для каждого человека Начиная с пришествия Христа Но последнее Ученики, апостолы Они ждали последнего времени И говорили Вот-вот Христос придет И ждали в страхе и трепете Потом было следующее поколение И следующее И для нас это тоже последнее время Мы тоже должны ожидать нашего Господа И Спасителя Иисуса Христа И мы ждем И есть предвестники Последнего времени Которого мы живем Но чтобы не забегать так далеко Чего меня Бог коснулся И что я увидел Недавно я ехал в Хабаровске Познакомился с одним молодым человеком Он из Комсомольска И он рассказал, как у них устроен город Этот парень Он занимается музыкой Он поет Панк-рок поет Вот Поделился о том, что у них происходит в городе И я ушаснулся Я думаю, что Когда ты живешь в Благовещенске И ты думаешь, что везде так Но ты привыкаешь к этому И когда встречаешься с такими людьми Он рассказал, что Там неспокойный вообще город Там правят криминал Там людей могут избивать на улицах Там людей могут убивать Там Как, знаешь, в этих 90-х годах Там группировки находятся И он мне рассказывает и говорит И меня побили И моих друзей И многие люди уезжают И я хочу переехать тоже в Благовещенск Вот И ты знаешь, я думаю Как так? Я говорю А там есть церкви? Он говорит Не знаю, не слышал Ну, обычные православные есть И ты знаешь, я задумался Почему? Потому что Если в городе Есть церковь, которая молится Которая стоит на страже Значит, у города есть защита И не будет никакого беспредела Амэн Ты находишься в благословенном месте И я недавно начал понимать Что это такая благословенная земля И какой вклад наших пасторов В развитие города и области И это самое безопасное место Потому что в других местах не так Мы знаем, что сейчас происходит война И эта ситуация, которая происходит сейчас В Курске В Курской области Это трагедия несчастья Ты знаешь, никто не знает Когда придет враг И когда придет дьявол Как правило, это внезапно происходит Поэтому должны быть церкви В каждом городе В каждом городе должны быть церкви Которые молятся Которые постятся Которые воюют И стоят на страже Ты знаешь, я верю Что по пророческому слову Что в Россию придет пробуждение И когда в Россию придет пробуждение И каждый возьмет свой посох Как сказали наши благословенные Что не будет никакой возможности У дьявола, у демонических сил прийти Амэн Вот Если не будет никакой защиты То никто не поможет Сегодня Молодежь, которая Она открыта Для интернета И в интернетах Происходит как хорошие Так и плохие вещи Но дьявол тоже не спит У него есть свои служители И ты не спасешь И не защитишь своего ребенка От массовой бомбардировки сознания Во-первых В нас В наших детях Есть Пусть небольшая часть Но греховного тела плоти Но она небольшая Но она есть И дьявол знает За что цеплять И если не будет Покровительства Божьей защиты Над нашими детьми Над нашими семьями То Ты не убережешь Сегодня много людей Молодых Они В зависимости от алкоголя От игромании Молодежь И даже наши попадаются Наша молодежь играет В игры Не ходит на молитву Ночью играет Потому что когда ты играешь Когда ты погружаешься Ты время не контролируешь Это культура Потребление Это средства Которые сделал дьявол Сделали нормальные люди Но дьявол этим пользуется Для того чтобы Украсть время Украсть Чтобы человек был Оторван от мира Ты знаешь Что если ты будешь Оторван от церкви Тебя убьет дьявол Тебя грех закопает И вернутся Семь злейших И он знает Если ребенок Будет оторван От родителей Это значит Что он может Сделать с ним Все что угодно Поэтому мы живем Не то что Последнее время Мы живем Во время Военной обстановки Я не говорю О физической Хотя мы и живем В ней Военной операции Сейчас ситуация В Курске Мы как церковь Находимся На духовной войне Амэн И Роман выходил Как часть проявления Того что Тут мы находимся На духовной войне И этот список Который мы зачитываем Молимся за людей Это тоже проявление Врага Многие не верят Что Есть духовный мир Но он существует И многие смотрят Только на последствия Результатом Деятельности Дьявола Является Нищета Являются Болезни Одиночество И всякого рода Проклятие То что мы видим Это следствие Это проявление В физическом мире Мы же здесь Здоровые Мы же здесь Благословенные Мы же здесь В процветании У нас хорошие Прекрасные семьи Почему? Потому что Учение Потому что Учение нас защищает Нас защищает Дух Мы в молитве И что самое главное Над нами Есть Господь Амэн И я абсолютно верен Что Бог Ответит И разрушит Власть Всякой Неизлечимой Болезни До конца Этого года Я верю Что Бог Придет На неизлечимые Болезни И я верю Что уже Это началось Почему? Потому что В начале Этого года Я написал себе Цель Иметь И получить Власть Над неизлечимыми Болезнями Я не знаю Как многие люди Но я В этой Сфере Двигаюсь И я каждый день Встречаюсь С такими людьми И последнее время Это люди С проблемой Психики С проблемой Онкологии С параличом И я молюсь За этих людей И я хочу Получить власть Над этим И я верю Что Бог Начал действовать И я верю Что каждый человек За которым Мы молимся Он встанет И будет ходить И прославлять Господа Амэн Вы знаете Славу Господу Почему я Так уверен Потому что В пятницу Случилась Трагедия В моей семье У меня мама Попала в аварию Но с ней Все Слава Богу Она ехала В автобусе И человек Который Общается Ну Который оплачивает Он отвлек водителя И Не дожидаясь Пока автобус Остановится Она просила Оплатить проезд В общем Он отвернулся И произошла Страшная авария Очень много Покалеченных людей И когда я увидел Маму Она приехала Мы были вместе С братом Я сразу же Начал молиться Потому что Там были Очень серьезные Травмы Ушибы Лицо Просто изуродованные И мы молились Я говорю Мы поедем В больницу Сейчас Будем обследоваться Потому что Тебе 78 лет И Я не хочу Чтобы с тобой Что-то случилось И мы поехали Сначала В трампункт Там Господь Открыл все двери Была милость Божья Я верю Что это после Этой молитвы Потом поехали В областную больницу И в областной больнице Нас отправили На сделать КТ Потому что Был ушиб головного мозга И вдруг Я встретился с человеком Она прихожанка Нашей церкви И Мы Заобщались И Она говорит Ты знаешь Артем Есть большая потребность У Нашего главного врача Областной больницы В тех-то 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 людях Я говорю Очень хорошо Я тоже хотел С тобой встретиться Потому что У меня тоже Есть определенная просьба К главврачу По поводу Палиативного отделения Волковской больницы Ты представляешь Насколько Бог Точный И насколько Бог Великий И Он каждую ситуацию Может использовать Для славы Божьей И я абсолютно верен Вернулись с КТ С мамой Все в порядке Все хорошо Она уже ходит Она уже пошла на работу Вся слава Господу Амэн Божья защита На наших родителях Никогда Не пренебрегай Утренними молитвами Потому что Ты не знаешь Что приготовил дьявол Не только для тебя Для твоих детей и родных Я к тому Что почему Бог отвечает Потому что Я абсолютно понял Что Бог Открыл эту дверь Для встречи С этим главным врачом И мы идем Во вторник Будем встречаться И я верю Почему я так верю Потому что Когда был ковид И мы общались С пастором Я говорю Пастор Какие мысли Как вы думаете Как рассуждаете Он говорит Я хочу Чтобы мы Проникли Не проникли Проникли Это воры проникают Чтобы нам Открыли доступ В больнице Чтобы мы Могли молиться За этих ковидных Безнадежных людей И чтобы Являлась Слава Божия Я не боюсь Ковида Я не боюсь Смерти И я хочу И ты знаешь Во мне это так Откликнулось Я думаю Это же прекрасный шанс Проявить Бога Явить Бога Этим людям А для нас Пока сейчас Двери открыты Но я верю Что они открываются И когда мы встретились С нашей сестрой И она говорит Что он готов И на следующий день Она перезвонила Он говорит Он готов встретиться И по поводу Волковской больницы Вам все будет нормально Он ждет И по поводу Этих ситуаций Я думаю Что мы Чтобы пришли И помогли Этим людям Безнадежным Чтобы мы молились И они воскрешали Поэтому вот я почему Верю Что Бог двигается И что власть Любой Неслечимой болезни Будет разрушена В твоей Моей жизни В нашем городе И в нашей стране Амин Амин Мы живем Последнее Как я уже сказал Военное время И дьявол Атакует еще и семьи Мы знаем Что Год 24 Четвертый Наш президент И наш пастор Объявили Годом семьи Кто знает Амин И ты знаешь После того Как это все Произошло Тут же Запад Тут же Европа Тут же Больше Не люди Мы У нас Духовные Враги Эти демоны Они тут же Воспряли И начали делать Козни Они начали Узаканивать Однополые браки Раз Мало того Но они еще Начали Разрешать Переделывать Пол Многократно В Европе Сейчас Могут Взять Без твоего Разрешения Родителей Ребенка В школу Закрыть И делать Им все Что угодно Дьявол Он Очень Наглый И Просто Безбожное Существо Он хочет Внедриться Туда И разрушить То Что Бог Хочет Созидать Мы знаем Что за Институтом Семьи Стоит Бог И наш Президент Он защищает Институт Семьи И наш Пастор И мы Защищаем Институт Семьи Мы За традиционные Семьи И мы Будем Стоять За традиционные Семьи И будем Разрушать Всякую Силу Изращения Трансгуманизма И всякого Изращения Во имя Иисуса Амин Возвайте Славу Господу Если Не будет Защиты Настоящей Защиты То Будет Очень Тревожно Что-либо Делать И что-либо Накапливать Скажите Мне Ответьте На вопрос Что Лучше Получить Благословение Или Все-таки Получить Защиту Многие Даже Христиане Не говоря Уже О том Что Миряне Они Не думают Что может Прийти Внезапная Ситуация Просто На примере Войны И люди Могут Не просто Лишиться Всего Может Это Цель Их Жизни Было Может Что-то Не говоря Уже О том Что потерять Близких Родных Они Могут Потерять Абсолютно Все На что Уповали Если Не будет Настоящей Защиты Ты знаешь Слава Богу За Нашу За Нашего Президента Во-первых За Нашу Военную Силу За то Что Многие Страны Хотели бы Просто разорвать Россию На куски Но у них Это не выходит Потому что У нас Серьезная Военная Защита И подготовка Амэн Славу Господу Благословляем Нашего Президента Во имя Иисуса Давайте Откроем Псалом 126 Все Открыли Не слышно Не видно Амэн Слава Богу Если Господь Не созиждит Дома Напрасно Трудится Строющий Его Если Господь Не охранит Города Напрасно Бодрствует Страж Напрасно Без Божьей Защиты Здесь Речь ведется О том Что если Бог не будет Защищать Это все Напрасно Ты все Потеряешь Вообще Мы знаем Что на земле Все сгорит И все дела И мы Не привязываем Все что на земле Но мы Живем здесь Не только для нас А живем для наших Детей Для наших внуков Для нашей страны Чтобы оставить И принести Благословение Другим Но Библия Говорит Если Господь Не содержит Дома А потом Он говорит Если Не охранит Города Помните Я как только Пришел в церковь В 2006 году Пастор говорил Здоровые семьи Это здоровое общество Здоровые семьи Равно здоровая нация И мы тогда Очень сильно Мощно молились И благословляли И приезжал Скотт Лайвли Мы проводили конференции Церковь проводила конференции Я тогда Только слушал Только был начинающий Да И Четкая грань Что Наш дом Наша семья Это наш дом Но Общество Оно состоит Из семей Из здоровых семей И не будет здорового общества Здоровой нации Если не будет Полноценных семей Если семьи Будет развалены Если Не будет Поддержки Единства Не будет Того Что Бог Создал Жену Женщину Мужчину Детей Не будет продолжения рода Это Приведет К разрухе И разрушению Амин Бог защищает Только то Что Ему Дают Возможность Защищать Если не призовут Имя Господа Мы знаем Что Наше имя Господа Он крепкая башня В нее Убегает Праведник И безопасен Защита Настоящая Нашей семьи Нашей страны Наших финансов Зависит только От Господа Амин Однажды Я поехал Служить В область Аэропортом Там Бибиково Деревня И там Была Женщина Очень приятная И попросили Съездить Я поехал Приехал туда И У нее Частный дом И мы пошли С ней пообщаться Молились Проповедовали Утверждали Хотели там Домашнюю группу Открывать Ну Просто И когда Я вышел Из этого дома Это прошло Где-то Ну полтора У меня У меня там У меня там и деньги И ключи И документы Они могли В любой момент Это забрать Но полтора часа Бог держал Бог защищал И не дал Никому подойти Ни к машине И к тебе Во имя Иисуса Воздай славу Господу Халлилюя Мы должны знать И Не только Понимать И знать О том Что Бог Наша защита Мы должны Иметь откровение Знание И понимание О крови Христа О защите Они не помогут Поможет Только откровение Если мы Как церковь Имеем откровение То нас Откровение Защитит Откровение Оно защищает Почему? Матфея 16 16 глава 17-18 стих Если вы Открыли Скажи ли Мы открыли Грустно Спасибо Тогда Иисус Сказал ему Блажен Симон Ты Сын Ионин Потому что Не плоти Кровь Открыли Тебе Но Отец Мой Сущий На небесах И я Говорю Тебе Ты Петр И на Сем Камне Я Создам Церковь И врата Ада Не одолеют Ее Посмотри Какой Удивительный Пример Что Приносит Откровение О Крови Христа О Жертве Иисуса Христа В данном Случии Получил Петр Он Получил О том Кто Он Мессия Он Пророк Он Сын Божий Он Тот Кто Пришел Избавить Он Настоящая Защита И как Важно Чтобы Мы Не Переключились В наших Головах На то Что Переключается Мир Моя Защита В моем Президенте Моя Защита То Что Я живу Далеко От военных Действий Моя Защита В деньгах Я Сделал Себе Капитал Даже Если Я Уеду За рубеж Успею Мигрировать У меня Там Будет Капитал Я Скажу Тебе Тебе Ничего Не Поможет И Дьявол Он Знает Все Твои Ходы Он Придет Как Тать Ночью И Ты Тебе Важно Иметь Откровение И Не Просто Откровение А Откровение О Христе Как О Господе О Его Крови О Его Защитной Функции И Когда Мы Будем Иметь Это Откровение Написано Что Врата Ада Не Одолеют Эту Церковь Тебя Не Одолеют Врата Ада Не Важно Кто А кто За Вратами Ада Самый Главный Демон Это Демон Смерти Когда Ты Будешь Иметь Это Откровение Ты Не Будешь Бояться Не Умереть Не Заразиться Не Потерять Что Либо Потому Что Твоя Защита Только В Господе Амэн Халлелюя Давайте Начнем Проповедь Откроем Базовое Место Исход 12 Глава 21 23 И Откровение 12 11 Открыли Исход 12 21 23 И Созвал Моисей Всех Старейшин Сынов Израилевых И Сказал Им Выберите Возьмите Себе Аганцев По Семействам Вашим Закалите Пасху И Возьмите Пучок Из Сопа И Обмочите В Кровь Которая В Сосуде И Помажьте Перекладину И Оба Косяка Дверей Кровью Которая В Сосуде А Вы Не Выходите За Двери Дома Своего До Утра И Пойдет Господь Поражать Египет И Увидит Кровь На Перекладине На Обоих Косяках И Пройдет Они Победили Его Кровью Агонца И Словом Свидетельства Своего И Не Возлюбили Души Своей Даже До Смерти Мы Открыли Два Примера Один Из Ветхого Завета Другой Из Нового Завета Чтобы Увидеть Что Есть Божья Защита И В Ветхом Завете Она Проявилась Четко Для Всего Израильского Народа И Бог Защитил От Фараона Казни От Смерти И Вытащил Из Рабства Вообще Прообраз Того Что Сделал Исход Это В Преддверии Пасхи Это Прообраз Того Что Бог Спасает Церковь Бог Выводит И В Новом Завете Это Через Иисуса Христа Написано Что Они Победили Его Кровью Агонца Речь И Там И Там И И Дет О Крови Иисуса Христа Мы Должны Понять Что Наш Главный Противник Он Невидим Наш Главный Противник Это Дьявол Ни Человек Ни Родственник Ни На Работе Никто Другой Наш Главный Враг Он В Духе Он Невидим И Мы Не Хотим Развязать Сейчас Войну И Чтобы Кто-то Неправильно Понял Что Мы Будем Сейчас Воевать Возьмем Автоматы Нет Мы На Духовной Войне Церковь Божья Оно Первичное Звено Безопасности Нашего Общества Амэн Враг Существует И мы Как я уже Показал Рассказал Мы Видели Что он Разрушает Нации Разрушает Города Разрушает Здоровье Разрушает Браки О За этим Стоит Дьявол И Важно Иметь Откровение И о Крови Иисуса Христа И о Том Кто Твой Враг Ты Должен Иметь Откровение О Враге О Том Что Есть Враг И Это Дьявол Во Многих Церквах Многие Люди Даже Из Нашей Церкви Не Верят В Существование Дьявола Не Верят В Противника Соответственно Дьявол Убедил Ослепил Умы И Сказал Что Нету Его Соответственно Если Он Тебя В Этим Убедил То Ты Не Можешь Воевать Как Ты Можешь Воевать Что Ты Не Видишь Своего Врага Поэтому Возникает Вопрос А зачем Ходить На Молитву А зачем Молиться Зачем Кричать Зачем Рано Вставать Зачем Нету Врагов Нету Я их Не вижу Физическими Глазами Но Наш Враг Духовный Амэн И Если Ты Должен Получить О Том Что Есть Враг Он Существует И С того Самого Момента Как Ты Появился На Свет Ты Находился Под Его Территорией Почему Ты Многие Христиане Не имеющие Откровения О дьяволе Понимание Что Он Есть Они Ведут Себя Как Фанатики Это Называется Религиозная Мистика Когда Надеются Только На Бога Очень Хорошо Надеются На Бога Но Недостаточно Ты Не Победишь Дьявола Взывая Господу Молясь И Не Воюя С Ним Я Это Хочу Сказать Сила Молитвы Сила Поклонения Это Все На Своих Местах Но Если Ты Не Будешь Знать С Кем Ты Воюешь Ты Будешь Ждать Когда Уйдет Болезнь Когда Кто Придет Помолится Возложит Руки На Меня Есть Люди Определенной Категории Уже Тая Твердыня Что Ты Должен Молиться За Меня Каждый День Каждый Месяц И Каждый Год И Всю Ответственность Перекладывают На Служителей Запомни У Каждого Будет Встреча С Сатаной У Меня Была Встреча С Сатаной У Тебя У Каждого Из Нас Будет Встреча С Сатаной И Однажды Лучше Чтобы Бог Помазал Твои Глаза Глазной Мазью Чтоб Ты Увидел Чтобы Я Увидел Как Я Раньше Не Видел Что Ты Нищ Наг Гол И Что Ты В Поражении Находясь В этом Мире Люди Не Видят Этого Они Находятся В Луже Своим Испражнений В Алкоголе От Них Воняет Но Они Это Не Видят Они Даже Не Замечают Этого Их Семьи Разрушены А Они Не Чувствуют Что Они В Проблеме Зато Когда Пастор Поднимает Воинский Крик Начинает Воздавать Хвалу Господу Начинает Воевать Многие Не Понимают Что Происходит Против Кого Воюем Не Видят Это Но Иисус Встречался Сатаной Он Во-первых Стретился С ним На Небе И Дал Ему Великого Пинка И Дьявол Просто Как Молния Упал На Эту Землю И Потерпел Поражение Когда Он Был Здесь На Этой Земле Он Снова Пришел К Нему Дьявол И Говорит Ему Несколько Раз Подходил Но Иисус Снова Его Послал Во Имя Иисуса Христа И Потом Дальше Каждый Каждый Из Учеников Встречался Апостол Павел Встречался С С Дьявол У них Тоже Была Встреча Был Конфликт Апостол Павел Говорит Я Тысячами Смертьями Умираю Каждый День Понимаешь Каждый День Атаки 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 Испытываете Львы Каждый День Атаки Я Не хочу Чтобы Мы Как Церковь Смирились В том Что Мы Находимся Под Давлением Под Колпаком Дьявольским Я Хочу Чтобы Мы Чтобы Нас Открылись Глаза И Чтобы Мы Видели Представляли Кто Есть Враг Но Самое Главное Чтобы Мы Имели Оружие Против Нашего Врага Дьявола И Об Этом Оружии Мы Сейчас Ведем Речь Амин Просто До Покаяния Ты Жил На Вражеской Территории Вы Знаете Почему Ты Смотришь На Мир На Любые Семьи И Ты Видишь Что Они Не Воюют Я Вижу Они Живут Спокойной Жизнью А Почему Мы Воюем Вот Вы Отличаетесь Вы Фанатики Вы Орете Какая Духовная Не Трожь Дьявола И Он Тебе Не Будет Трогать Слышали Такое Я Не Видел Чтобы Кто В Миру Воевал Напрягался А Тех Кто Даже Борется Я Видел Что Это Временно Они Проигрывают Поэтому До Покаяния Ты Находишься На Территории Царства Дьявола Поэтому Ты Не Воевал Для Тебя Я Не Знаю Когда Ты Пришел Я Пришел В 25 Лет Господу И Для Меня Было Дико Воевать Потому Что Я Не Думал Что Есть Враг Вот Но После Покаяния Ты Встал Уже На Другую Территорию Ты Уже Оппозиция Ты Уже Во вражеской Территории Для Сатаны И С тех Самых Пор Как Мы Посвятили Свою Жизнь Христу Мы На Духовной Войне Каждый Божий День Амин Я Хочу Тебя Ободрить Сказать Что Тот Кому Ты Служишь И Тот Кто В тебе Дал Дух Победителя И Ты Не Проиграешь Никакой Битвы И Ты Одержишь Власть И Придет Время Когда Дьявол Будет Под Твоими Ногами А Ты Будешь Наступать На Всех Змей И Скорпион И Ничего Не Повредит Тебе Если Ты Выпьешь Воздай Славу Иисусу Аллилюя Там же Исход 12 глава Я хочу Кое-что Вам Показать По Поводу Крови Иисуса Давайте Начнем С 3 стиха Мы Открывали 21 23 Давайте Начнем С 3 стиха Исход 12 С 3 стиха И скажи Всему Обществу И сынов Израилевых Десятый День Этого Месяца Пусть возьмут Себе Каждый Одного Агнца По Семействам По Агнцу На Семейство Господь Предопределил Вывести Израиль И он В эту Последнюю Ночь Вечером Моисею Дает Послание Пусть Каждый Из Семьи Возьмет Агнца Приготовит На все Своё Семейство Иисус Предназначен Не только Для тебя Агнец Божий Не только Для Твоей Защиты Изначально Все Семейство Бог Предопределил К защите И К тому Что каждый Член Должен Был Взять Каждый Член Семьи Это Как правило Старейшины Это Как правило Отцы Все Дело В отцах Вы знаете Да И Взять Ответственность И Приготовить Каждый По Семействам Вы Поймите Что Не только Моисей Не только Пастор Не только Пророк Должен Заботиться О безопасности Не только Наш Президент Должен Заботиться О безопасности Каждая Семья Должна Заботиться Во-первых О безопасности Семьи Во-вторых О безопасности Народа В котором Мы живем Потому что Если Не дай Бог Война Придет Тебе Не помогут Ни деньги Ни твое Социальное Положение Если Страна Будет В поражении Ты тоже Будешь В поражении Если Ты будешь Заботиться Сейчас О Стране То Эта Беда Не придет Амэн Пятый стих Агнец Должен Быть У вас Без порока Мужеского Пола Однолетний Возьмите От овец Его Или от коз Речь Идет Об Агнце Божьем Это Прообраз Нового Завета Когда Иисус Как мы знаем Был взят От Отца Как Агнец Пошел На заклание И пролил Свою кровь Святую За всех Грешников Это Была Последняя Битва Для того Чтобы Освободить Все человечество И Агнец Божий Это Есть Главные Условия Для Нашего Спасения Для нашей Защиты Амэн Седьмой Стих И пусть Возьмут От крови Его И помажут Его На обеих Косяках И на Перекладинах Дверей Дверей Да Дома Где будут Есть его Смотри Кровь Должна быть На всех Косяках На всех Перекладинах Что такое Косяки Перекладина Это двери Двери Есть двери Твоей семьи Помните На библейской школе Пастор Лидия Учила Что Третьего Третий Не должен Войти в твою семью Не открывай двери Двери своего сердца Двери своей семьи Для третьего Помните Есть двери Твоего дома И здесь Бог говорит Через Моисея Что надо помазать Есть двери Нашей церкви Которые Покрываются Кровью Иисуса Нашим пастором Нашим Моисеем Есть также Двери Духовные Над нашим Городом И над нашей Страной Я абсолютно уверен Библия говорит Что то что вы Свяжете На земле Будет связано На небесах А все что Свяжете на небесах Будет связано На земле Я абсолютно уверен Что если мы Закроем Для всякой Нечистой силы Двери Эта зараза Не придет сюда Они не разрушат Россию Ни изнутри Ни изнаружи Потому что Ангелы будут стоять Со своими мечами Со своими щитами И не будут давать Возможности Разрушить нашу страну Амин Если ты патриот Если ты христианин Закричи Амин Амин Это наглядно видно Я когда пришел В 2006 году Сюда Была акция Протест Против Гомосексуалистов Мы сейчас Почему мы против этого Потому что Библия Бог против этого Мы знаем пример Содома и Гоморы Из Ветхого Завета Из Нового Завета Мы знаем Что это мерзость Перед Господом И тогда Были сильные конференции И мы молились И эта зараза Не проникла сюда Но Если бы Было бы так Во всех городах Недавно у нас Была Встреча Однокурсников Я был Просто шокирован Я на нее Не попал Было служение Но мне сказали Что Один Наш Однокурсник Он прилетел С Питера Сюда С Петербурга И он прилетел Не один И он прилетел Со своим Мальчиком Я Не закрывай Глаза Если ты Перестанешь Бороться Или Примешь решение Не бороться Дьявол настигнет тебя И все заберет у тебя Мы и так Ничего не имеем Знаете почему? Потому что Дьявол Ничего не собирается Давать без боя На нас Бог смотрит Как на воинов Духовных И мы должны Вставать Каждый раз И убивать И добивать Потому что У нас есть Сила И власть Иисуса Христа Амин 12-13 Исход 12-я глава 12-й стих 3 И в эту Самую ночь Пройду по земле Египетской И поражу Всякого первенца Земле Египетской От человека До скота И над всеми Богами Египетскими Произведу суд Я Господь Представляешь То Где находились Израиль Когда пришел Моисей Они находились Под рабством Под гневом И они Этот народ Египетский Он поклонялся Чужим богам И эта война Не против России Не против президента А против Бога То что происходит Атака Запада Атака Европы Атака Всех кто за этим стоит Это происходит Не наша с тобой война Это происходит Война богов Но Бог сказал Что в эту самую ночь Он произведет суд Над всеми богами Египетскими Во имя Иисуса Христа И будет кровь у вас 13 стих Знамением на домах И где вы находитесь Увижу кровь И пройду мимо вас И не будет между вами Язвы губительной Когда буду поражать Землю египетскую Воздаю славу Господу Потому что Бог Будет производить суды И когда придет время Ангел смерти Ангел губительный Ангел губительной язвы Не войдет в твои дома Не войдет в мой дом Не войдет в мою церковь Не войдет в мой город Не войдет в мою страну Потому что Бог защитит Если увидит Кровь в Христа Защиту Божью Это знамение Библия говорит Это знамение И дьявол не поразит Амэн Там в Иова 38 главе Не открывайте В 11 стихе Там написано Знаешь что? Досели дойдешь И не перейдешь Здесь предел Над медным водом твоим Кровь Иисуса Христа Определяет Куда зайдет Ангел губительный Куда зайдет Бес Куда зайдет А куда не зайдет Куда не сможет войти Никогда не выходи Из дома Не благословившись Не покрыв кровью Иисуса Христа Своих детей Свой дом Свою церковь Амэн Потому что Если начнется Поражение В нашей стране Я тебе говорю У тебя сердце Будет по-другому Сучаться Но ты уже Исправить ничего Не сможешь Мы однажды Когда было Наводнение Мы все Воевали Этот демон Духовный был И мы воевали И пророчишь Чтобы не было Несчастного случая Чтобы не было Затопления Потому что Много домов Затопило Много людей Было в трудных Положениях Но мы молились Мы пророчествовали И вошла Дошла Вода Досели И дальше Не перешла И Бог Явил свою славу И Бог Силен Не просто Остановить воды Не просто Остановить ветра Пожары Он силен Остановить войны Он силен Остановить Всякое беззаконие На нашей земле Во имя Иисуса Воздайте Славу Иисусу 21 стих И созвал Моисей Всех Старейшин Я уже говорил Что речь идет О том Что Бог Не только хочет Чтобы Моисей Это делал Чтобы спасся Один Моисей Судьба народа Для Бога Важнее Чем судьба Одного человека И Моисей Сделал правильно Он призвал Старейшин Те призвали Других И как Иофор Распределил Тысячники Десятитысячники Начальники Начальники Над главами Коленами И так далее И так далее Каждый по семейству Но он призвал Старейшин Старейшины Это мы Мужчины Это мы Главы Это на нас Большая ответственность У кого Нет Возможности Отца Брата Мужа То Там Покровительство Иисуса Христа Вы Как сестры Должны Покрывать Кровью Иисуса Христа И она Будет действовать Но Господь Сказал Призвал Моисей Старейшин И сказал Им Потому что Первый Кому Бог Подойдет Когда Начнется Поражение Он подойдет К тебе К мужу И будет С тебя Спрашивать Амэн И сказал Вы Выберите Двадцать Первый Возьмите себе Агнцев По семействам Ваших И заколите Пасху Там В Римлянам Пятнадцатой Главе Я понял Почему Бог Обращается К старейшинам В Новом Завете Дублируется Вот В Римлянам Пятнадцатой Главе Первый стих Он говорит Вы Сильные Должны Сносить Немощи Слабых Не себе Только угождать Бог Определяет Особенную Ответственность На братьев На мужчин На глав На лидеров Структур На пасторов И на всех Людей Мужеского пола Потому что Бог считает Их сильным Мы Как мужчины Должны Во-первых Взять власть Над нашими Семьями Чтобы там Не было Никакого Беспорядка Чтобы было Все защищено Благословено Чтобы Жены Дети Были В безопасности Потом В отношении Нашего Служения Здесь в церкви Нашей церкви Потом нашего города Нашей области И потом Нашей страны Это люди Не имеющие Христа Они не имеют Выхода У них нет Возможности И упования На кого Поэтому Они слабые А мы Сильные Должны им Помогать Я к тому Что мы Должны Не только Молиться За себя Не только Ради себя Вставать Может Ты решил Все проблемы Хорошо Но есть Те Кто нуждается Более Слабее Бог призывает Ради них Идти Вставать Молиться Скоро Будет пост Будет Вообще Прекрасно 22 стих И возьми Пучок Из сопа И обмочите В кровь Которая В сосуде И помажьте Перекладину И оба Косяка Дверей Кровью Которая В сосуде И вы Никто Не выходите Из двери Дома своего До утра Для меня Было Откровение Откровение Пастора 2021 года Об этом месте Что такое Кровь В сосуде Что такое Исоп Который Находится В сосуде Это знания Которые Не применены На практике Кровь В сосуде А не На косяках Она тебя И никого Твоего Семейства Не защитит Кровь В сосуде Это религия Знание О том Что Христос Заплатил Цену За то Что он Пролил Свою Кровь Они Ничего Не меняют В духовном Мире Это Называется Кровь В сосуде Есть Первые Условия Когда Бог Может нас Защитить Эта Кровь Должна Оказаться На перекладинах Эта Кровь Должна Действовать Это Естественная Платформа Для нашей Защиты Мы Должны Помазать Косяки Домов А как Через Молитву Это И есть Не то Что я Знаю Сам Себе Бог Внутри Зачем Молиться Я и так Это знаю Нет Это Кровь В сосуде Это Ису В сосуде Это Религия Это Ничего Не Мы Должны Этот Елей Эту Кровь Из сосуда Перенести На Косяки Наших Домов На Наших Дверей На Наши Финансы На 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 Здоровье Амэн Кровь В сосуде Это Вера Самом Себе Информация Тебя Не Изменит И Не Защитит Это Первое Главное Условие Защиты Это Запустить Помазать Перекладины Это Запустить Божественные Механизмы В действии Второе Условие В этом Стихе Моисей Говорит А вы Никто Не выходите За двери Дома Своего До утра Что значит Не выходить За двери Дома Пастор сказал Откровение Пастора Оно Таково Никто Не покидает Своего Служения Никто Не должен Выходить Из церкви Никто Не должен Оставить Служение Никто Не должен Оставить Свою Семью В это Тяжелое Время Когда Проблемы Когда Все Шатко Никто Написано Не должен Выходить Из своего Дома Дом Это Твое Служение Дом Это Церковь Дом Это Наша Страна Никто Не должен Предательски Уехать Из нашей Страны Во время Тяжелое Бог Говорит Никто Не должен Уезжать Должны Молиться И должны Оставаться В том Месте Которое Тебя Господь Призвал В Левитах Говорит Не выходи Из Кинья Собрания Дабы Тебе Не Умереть Никогда Не выходи От Божественной Защиты От Покровительства Он Говорит Не выходи До утра Что такое До утра Пока Не закончится Битва Пока Ангел Губительный Не пройдет Мимо Пока Не придет Поражение И Суд Над этими Богами Пока Не закончится Война Мы Не должны Один Раз Прийти На Молитву И Сказать Господь Я уже Был Я уже Промолился Нет Пастор Рассказывал Да Ситуацию Говорит А ты Придешь Сегодня На Служение Это Понедельник Приглашал Кого То Он Говорит Так Я же Вчера Был В воскресенье Пастор Да Говорил Так Удивило Ну Я к тому Что Человек Привык По Воскресеньям Служения И Мы Не должны От Воскресенья До Воскресенья Молиться Слава Богу За Воскресных Людей Которые Ходят Но Я Абсолютно Уверен Что Бог Откроет Чьи-то Глаза В этот Самый День И Мало По Мало Начнет Наступать Начнет Воевать Начнет Сражаться И Начнет Побеждать Во Имя Иисуса Христа Воздай Славу Дьявол Только И Ждет От Того Что Ты Выйдешь Из Дома Во Время Служения Во Время Войны Оставишь Когда Я Пришел В церковь В 2006 Году Много Лет Назад Случилась Такая Ситуация Что Я Перестал Ходить Церковь Из-за Семьи Чтобы Сохранить Семью Были Проблемы В семье Первые Кто Восстали Были Родные И Близкие И Когда Я ходил В церковь Пастор Говорил Такое Слово Как Только Ты Выйдешь За Стены Церкви Дьявол Тебя Убьет А я Неутвержденный Неукорененный С миром Мышления Мирское Я думаю Ага Давай 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 Тут Чистой Воды Манипуляции Но после того Как произошла Ситуация И Мне Перес Вынуждено Было Чтоб я Не ходил Целый год В церковь 2007 год Я Я Начал Понимать И Видеть Что Защита Уходит Я Начал Понимать Что Я Грешу Как Просто Безбожник Совесть Меня Мучает И Я Ничего Не Могу С Этим Сделать И Тогда Мне Пришли Слова Пастора Что Не Выходи Из Дома Я Понял Что Церковь Это Защищенное Место Которое Врата Ада Не Одолеют Воздай Славу Господу Никогда Не Оставляй Служения Твоего Не Оставляй Пастора Не Оставляй Нашего Президента Этот Народ Он Погибнет Мы Погибнем От Каждого Требуется Чтобы Каждый Оказался Верен Амин Двадцать Третий И Пойдет Поражать И Пройдет Мимо И Не Попустит Войти В Домы Пойдет Господь Поражать Египет И Увидит Кровь На Перекладины На Обеих Косяках И Пройдет Мимо Мимо Дверей И Не Попустит Губителю Войти В Домы Ваши Для Поражения Здесь Основное Откровение Основное Слово Это Пройдет Мимо Ангел Губитель Это Демон Смерти Мы Не Хотим Чтобы Он Вошел В Российскую Федерацию Не Хотел Чтобы Вошел В Чью-то Семью Чтобы Кто-то Лишился Отца Кормильца Чтобы Кто-то Лишился Не Дай Бог Президента Нашего Мы Должны Покрывая Кровью Иисуса Молить И просить Господа Чтобы Ангел Губитель Прошел Мимо Когда Наши Косяки Наш Дом И Все Духовное Пространство Будет Под Защитой Божьей Я Говорю Что Дьявол Пройдет Мимо Демон Смерти Пройдет Мимо Он Не Погубит Твою Экономику Он Не Погубит Твою Семью Он Не Погубит Твоих Детей Он Не Погубит Твое Призвание Во Имя Иисуса Он Пройдет Мимо И Никакая Беда Тебе Не Приключится Амин Алли Смотри 24 Стих Храните Это Как Закон Для Себя И для Сынов Всех Вовеки Навеки Ты Знаешь Это Вечное Постановление Это Закон Навеки То есть Это Оружие Кров Иисуса Христа Оно Годится На все Века На всех На все Войны И для Всякого Врага Это Нужно Делать Каждый Живящий В своем Веке Потому Что Это Оружие Самое Эффективное Самое Крутое Самое Инновационное Которое Никто Не может Придумать Такого Оружия Которое Может Защитить Тебя Твою Семью Твои Детей Твою Страну Кроме Крови Иисуса Христа Это Вечное Постановление Пользуйся Им Каждый День И тебе Не Приключится Никакая Беда Амин Халли Спасибо Спасибо Церковь И 28 Стих Еще 12 28 Исход 12 28 Хорошее Место И пошли Сыны Израилевы И сделали Как повелел Господь Моисея И Рону Так и сделали Главное Слово Повелел Мы Помним Что В Новом Завете Иисус Понудил Учеников Войти В лодку Мы Помним Что Апостолы Проповедуя Евангелия Говорили И Провозглашали Что Ныне Господь Повелеваем Всем И повсюду Покаяться Это приказ Сегодня Звучит Приказ От Господа Ты должен Стать Воином Ты не просто Должен Стать Прихожанином Ты не просто Должен Оставаться Христианином Приказ С неба Ты должен Применять Кровь Иисуса Христа Ты должен Стать На защите Своего Города Своей Семьи Это Приказ И повеление От Господа Амэн Первая Заповедь Поклоняйся Господу Это важная Заповедь Но она Не последняя Сегодня Призыв Каждому Из нас И не важно Понимаешь Ли ты не понимаешь Иди за теми Кто видит И понимает Иди И подражай Тем Кто В вере Кто видит Этих Духовных Врагов И у кого есть власть Разрушать Всякую Нечистую силу И однажды Ты получишь Эту власть То же самое Это постановление Вечное В роды И роды Покрывай Кровью Иисуса Христа Не выходи Из домов Своих До утра И будет тебе Успех Амэн Воздайте Славу Господу Давайте Перейдем Новый Завет Откровение 12.11 Это было Базовое Место И поговорим О Нашем Призвании Написано Они Победили Его Кровью Агнца И словом Свидетельства И не возлюбили Души До смерти Кто Они Может быть Только Иисус Или может Только Апостол Или может Только Пастырь Церкви Должен Побеждать Нет Написано Они Кто Они Верующие Это Ты И я Ты И я Победитель Ты И я Воин Ты И я Имеют Власть Наступать На всю Вражью Силу Написано Они Победили Его Почему Победили Написано Смотри Запиши Просто места Я их Продублирую Колоссянам 2.15 Колоссянам 2.15 И евреям 2.14 Колоссянам 2.15 И евреям 2.14 Колоссянам 2.15 Отняв силы У начальств И властей Властно Подверг Позору Восоржествовав Над ним Собою Иисус Христос Принеся Себя В жертву Он Властно Подверг Позору Дьявола Духа Смерти И весь Ад Забрал Ключи От Ада И смерти У твоего Господа У Господа Который В тебе Есть Власть Поразить Всякую Всякую Нечистую Силу И Нет Никакой Силы Которая Может Устоять Потому Что Жертва Иисуса Христа Написано Они Победили А твоя Победа Она Основана На Жертве Иисуса Христа Ты подумай Только Что Здесь Евреям 2.14 А как дети Причастны К плоти И крови То он Также Восплял Инны Дабы Смертью Лишит Силы Державу Имеющего Державу Смерти То есть Дьявола Иисус Христос Своей Жертвой Своей Кровью Он Лишил Власть Смерти Дьявола Раз и Навсегда И теперь Тебе Ни тебе Ни твоей Семье Ни нашей Стране Я абсолютно Уверен Не грозит Никакая Смерть Ангел Губитель Пройдет Мимо И не Коснется И не Войдет И не Погубит И не Придет Никакой Дух Изращения Не придет Дух Смерти И твои Дети Будут С тобой Я И мой Дом Будем Служить Господу Халлилюя Написано Они победили Его Кровью Агонса Кровь Агонса Это не Только Защита Для тебя И для Твоей Семьи Для нашей Страны Она Также Поражает И убивает И производит Суд Над этими Богами Ты должен Сегодня Не только Обороняться И защищаться Ты должен Сегодня Еще и Атаковать Удел Сынов Божьих Не просто Воевать А еще И побеждать Я хочу Сказать Раз Христос Победил И Откровение 12 Говорит Что они Победили Его Кровью Агонса Я тебе Хочу Сказать Что ты Тоже Можешь Применять Кровь Иисуса Христа И победишь Дьявола И все Его Нечистые Духи Во имя Иисуса Воздай Славу Господу Халлилюя Вы должны Понять Что мы Воюем Не против Врагов В Ефесянам 6 11 12 Не открывайте Я вам так скажу Запишите Просто Ефесянам 6 11 12 Написано Облекитесь Во все Оружие Божие Чтобы вам Можно было Устоять Против Козни Дьявольских Потому что Наша Брань Не против Крови Плати Но против Начальств Против Властей Против Мироправителей Тьмы Века Сего Против Духов Зловы Поднебесной У нас Враг Духовный И наше Оружие Духовное Кровь Иисуса Христа Это Главное Оружие Против Дьявола Кровь Иисуса Христа Это Главный Атрибут Твоей Защиты Твоей Семьи И твоего Дома И твоего Служения Амэн И эта Кровь Иисуса Христа Она Имеет Двойную Функцию Оно Ты знаешь Как Запиши Исход 14 20 Исход 14 20 И 2 Коринфянам 2 16 Исход 42 2 Коринфянам 2 16 Там написано И вошел он Среди междустаном Египетском Междустаном Сынов Израилевых И был Облаком И мраком Для них И освещал Ночь Для других Не сближившись Один С друг С другом Всю ночь Для одних Для тех Кто хочет Воевать С нашей Страной С своим Призванием Против Нашего Президента Это будет Как мрак То же самое Облако Та же Самая Кровь Она для Одних Будет Темным Мраком А для Других Будет Светом Будет Облаком Будет Столпом Облачным Который Будет Защищать И не Будет Никто Спотыкаться Амэн А во 2 Коринфянам Написано 2 16 Для Одних Запах Смертоносный На смерть А для Других Запах Будет Погибать Разрушать Будет Лишать Силы Власти А для Кого-то Других Будет Защищать Дома Защищать Семью Защищать Россию Защищать Призвание Поэтому Этот Господь Он Великий Иисус Христос Его Имя И кровь Иисуса Христа Она не Просто Будет Тебя Защищать От Нас Господь Не Просто Ожидает Что Мы Будем Воевать А еще И Будем Побеждать И Всякий Враг И Всякий Демон Смерти Всякий Дух Неизлечимых Болезней И Всякий Дух Неразрушимых Ситуаций И Всякий Демон Несчастного Случа Будет Посрамлен Во имя Иисуса Христа На нашей Земле И Мы Не Увидим Больше Никаких Аварий Никаких Потоплений Никаких Пожаров Во имя Иисуса Мы Будем Бодрствовать Мы Покрываем Кровью Иисуса Наши Дома Наши Семьи Косяки Наших Городов Нашего Правительства Во имя Иисуса Христа Амин Аллилюя Мне всегда Нравилось Пасторе Знаете Что Когда Касается Какая-то Проблема Любого Человека Даже Последнюю проповедь Он говорил Это моя Проблема Проблема В нашем Обществе Это моя Проблема Проблема Этого Человека Это моя Проблема И мне Всегда Было Интересно Добраться До этого Откровения Чтобы Распределить Эту Ответственность Чтобы Так же Сопереживать Как он Переживает Как Иисус Переживает И роде Изо всех Нас Просто Это ложная Дьявольская Закваска Моя Хата С краю Никого Не трогайте У меня Все хорошо А дальше Сами Разбирайтесь Это просто Разрушительная Сила Это так Дьявол Просто Ограничивает Капсулирует Человека И просто Добивает На безразличие На всякой Духовной Слепоте Но я хочу Чтобы мы Сегодня Воевали За нашу Страну За каждого Немощного Человека За тех Кто сейчас На войне За тех Кто Сейчас В слабости В немощи За всех Людей Которые Отвергают Церковь Отвергают Бога Которые Не видят Не слышат Которые Не понимают Что происходит Я хочу Чтобы мы За них Молились Давайте Откроем Первое Тимофея Вторая Глава С первого Стиха По четвертый Итак Прежде всего Прошу Совершать Молитвы Прошения Моления За всех Человеков Благодарения За всех Человеков За царей За начальствующих Дабы Проводить Жизнь Тихую И безмятежную Во всяком Благочестии И чистоте И это Хорошо И угодно Спасителю Нашему Гобу Который Хочет Чтобы все Люди Спаслись И достигли Познания Бога Апостол Павел Достиг Этого Откровения И молился За всех Человеков Я знаю Что Церковь Сейчас Ставят Для церкви Преграды Непонимания И дьявол Кое-где Имеет Власть Но я верю Что каждый Кто получил Это откровение Которое Провозгласил Наш пастор Оно станет Плотью И каждый Будет стоять На страже Своих домов И будет воевать И то Как нас видит Бог Войнами Сильными Победителями Я верю Что мы Изменим Всю Россию Мы будем Молиться За этих людей Чтобы разрушилась Всякая слепота И чтобы Все Которые попали Все дьявольскую Чтобы была лишена Всякая сила Во имя Иисуса Христа Он говорит Молитесь За всех царей Мы будем молиться За нашего президента За всех Главнокомандующих И мы будем молиться Не просто За нашего Только президента А мы будем молиться За всех Мероправителей Чтобы пришел Страх Божий Чтобы ушла Всякая Демоническая Пуповина Из ада Которая Проникает И приносит И делает Живыми Этими планами Мы будем молиться Не только За наш город За нашу страну Но и так же За Европу И за Америку И за все Чтобы пришло Полное царство Господа Нашего Иисуса Христа Амэн Это угодно Господу Третья стих говорит Это угодно Господу Угодно Чтоб мы ходатайствовали Угодно Чтоб мы Стояли на коленях Входили в пост И молились За нашу землю Пусть другие Это не понимают Они потом поймут И скажут Спасибо Пусть другие Не видят Потому что Они слепы Они сейчас На территории Царства тьмы Как и мы Однажды были Но я верю Что всякий Злобный обман Всякий Злобный Обман Который Приводит План Против России Мировое Правительство Которое Разрушает И пытается Идти Против Воли Дьявола Он будет Повешен На этом Самом Дереве И эти методы Которые они Будут применять Они в эти Самые ямы И упадут Во имя Иисуса Христа Написано Бог хочет Чтобы все Спаслись И достигли Познания Я верю Что Кровь Иисуса Христа Это станет Стартовой точкой Для нашей страны Для исхода Для выхода Из рабства Для выхода Из темных сил И все Колдуны Будут Поражены И посрамлены Во имя Иисуса Христа И я верю То Что проповедует Пастор Вот уже 30 лет Что Россия Будет спасена Придет Реформация И придет Спасение В каждую Семью И в каждый Дом Написано Бог хочет Чтобы все Люди Спаслись Они будут Спасаться Когда увидят Славу Божью Увидят Защиту Божью И это Свидетельство Пастора Которая Симферополи Которая Бомба Чуть не убила Это После молитвы Когда Восток молился На нас Большая Ответственность Те Кто живут На Востоке На Дальнем Востоке На каждом Человеке На каждом Старейшиной Ответственность Мы принесем Славу Господа Нашего Иисусу Христу Я хочу Чтоб мы Приготовили Жертву За Нашу Страну За то Чтоб Ангел Губитель Прошел Мимо За то Что Совершился План Господень А план Нечестивых Был Разрушен И сокрушен Возьми Жертву Свою В руку Я верю Что Исход Состоится И эта Жертва Она будет Принята Жертвом Иисусом Христом Иисус Своей Жертвой Лишил Власть Имеющую Державу Смерти И мы Как дети Как причастники Должны Получить Эту Власть Над Смертью Это Жертва Против Всякой Смерти За власть Для нашей Страны Чтобы То что Чувствует Наш пастор И видит И сопереживает Чтобы эти Чувствования Были В нас Тоже Служба Порядка Отец Бог Во имя Иисуса Христа Я Славлю Тебя За это Прекрасное Время Я Благодарю Тебя Иисус За Твою Кровь Святую За Этого Агнца За Твою Милость И за Твое Желание Вывести Народ Российский Из Всякого Рабства Господь Мы В угнетении Мы Под этим Демоном Смерти Под этим Демоном Войны Под этими Демонами Европы И Америки Которые Отступили И не сдали Свои Экзамены Мы Не хотим Господь Потерять Россия Пойдет Иным Путем Во имя Иисуса Мой Дом Мои Близкие Мои Родные Будут Защищены Ангел Губитель Пройдет Мимо А как Дети Причастны К плоти И крови И ты Лишил Своей Жертвой Власти Дьявола Имеющего Державу Смерти Дабы Избавиться Все Были Избавлены От страха Грядущего Я Прошу Тебя Отец Помазывай Эти Жертвы Особенно Благослови Каждого Кто Принес Эту Жертву И Дай Ему Власть Над Всей Нечистой Силой Над Ангелом Смерти Закрывать Двери Связывать Демонов И Разрушительную Всякую Силу Чтобы Она Потерпела Крах Во имя Иисуса Христа Иисус Христос Мы Поклоняемся Тебе Мы Здесь И Встали На Свои Ноги Чтобы Сражаться За Нашу Землю Чтобы Принести Победу Во имя Иисуса Христа Поднимайте Руки Церковь Отец Во имя Иисуса Скажи Отец Во имя Иисуса Я Покрываю Кровью Иисуса Косяки Своего Дома Своей Церкви Я Покрываю Кровью Иисуса Наш Город Нашу Область И нашу Страну Пусть Ангел Губитель Пройдет Мимо Пусть Произведется Суд Над Богами Египетскими Начинаем Молиться Призывай Силу Крови Иисуса Дьявол Ты Дьявол Ты Потерял Силу И власть Мы Призываем Жертву Крови Иисуса Мы Восвобождаем Господь Благословите Жертвы Пусть Придет Прямо Сейчас Власть Над Демоном Смерти Пусть Произойдет Переход Власти Для Церкви Во имя Иисуса Я Покрываю Кровь Иисуса Все Общество Израилева Я Разрушаю Все Твердыни Против Врага Во имя Иисуса Я Разрушаю Всякую Слепоту Во имя Иисуса Господь Бог Мы Хататайствуем Прямо Сейчас За Нашего Президента За Всех Мироправителей Во имя Иисуса Кровь Христа На Границе Нашей Федерации Кровь Христа Кровь Христа На Все Города Мимо Во имя Иисуса Господи И Российца Враги Твои И И Старки Победу Твою Твою Исуса Мы Старки Твои И Нашим Президентом Над Нашими Городами Настоящую За Ситу И Врата Ада Не О О Лею И Рассею Врата 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 Никто не устоит Во Имя Иисуса Кэра Багас Амбакат Ат И Кэра Прабахо Воюй За Свою Семью Воюй За Свою Страну Воюй За Наше Поколение Воюй За Россию Кэре Мо Роман Корсей Ремакай Кровь Христа на границе, кровь Христа на всех людей, кровь Христа на Европу, кровь Христа на все континенты, кровь Христа! Субтитры создавал DimaTorzok Дома смерти, ангел-кубитель пройдет мимо! Хабе! У России иной пусть есть! Пройдет мимо! Тебе ничто не повредит! Россия, тебе ничто не повредит! Ты познаешь Господа Спасителя! Господь защиту наше! Господь сказал, и Он выполняет! Аллилуйя! Аллилуйя! Все планы дьявола отменяем во имя Иисуса. Всякий заговор, всякий террор, который готовят, да будет рассыпан, как раз. Господь, пусть врали выйти, как Исполин. Господь выходит! Подключайся! Парень, пасторка! Парень, пасторка! За эти откровения мы славим Тебя, Иисус! За то, что эти откровения спасают нас, защищают не только церковь, а весь город, всю нацию во имя Иисуса! Закричи «Аллилюя!» Откровение 12 глава. Седьмого стиха. И произошла на небе война. Михаил и его ангелы воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Дьявол поздравлен! Побежден! Аминь, аминь, аминь! Ты победитель во Христе! И незвержен был великий дракон дверний, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Обольщающий всю вселенную, низвержен был на землю, и ангелы его повержены с ним. И услышал я голос, говорящий на небе громкий. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его провозгласи. Ныне настало спасение и сила, и царство Господа нашего, и власть Его вождая славу Иисусу. И власть Христа его провозгласи. И власть Христа его провозгласи. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его провозгласи. Россия будет спасена! Ты не умрешь! Дьявол поздравлю! И власть всегда не вон! Ты не встала! Это время! За свободу! И власть всегда не вон! Ты не встала! 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 Мы благодарим Тебя, Господь Бог, за Твою победу. Мы славим Тебя за этот дух, который будет действовать встали врага и поражать, и опустошать. Аллилуйя! Аминь! Превозносим Тебя, Иисус, благодарим Тебя. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, за этот день. Мы благословляем этот день, благословляем наших пасторов, благословляем всю Россию во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я хочу, чтобы в этом Божьем присутствии вышли сюда для годовщины свадьбы. Поздравили Дарбинян, Пашо и Аида. Давайте возрадуемся. Радаш Иван и Альбина. И это еще не все. Харитоновый, Дмитрий и Светлана. Дарбинян, Пашо и Аида. Радаш Иван и Альбина. Харитоновый, Дмитрий и Светлана. Поздравили Дарбинян, Пашо и Альбина. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Поздравьте, поздравьте друг друга. Давайте церковь воззадим славу Господу. За то, что в новом поколении есть такой прекрасный праздник. Аллилуйя. А мы сейчас спросим, сколько лет? Какая годовщина? Одиннадцать. Одиннадцать. Воззадите славу Господу. Пять. Пять. Шесть. Пять или шесть? Пять, шесть, одиннадцать. Халлилуйя. Халлилуйя. Давайте прострем руки. И я хочу, чтобы Господь созидал ваши семьи, благословлял, утверждал вас, ваших детей. Он говорит, Библия, не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что есть у него? И дело рук его ты благословил. Я молюсь о том, чтобы Господь Бог оградил ваш дом, оградил ваши служения, вашу семью, чтобы никакая нечистая сила, никакое проклятие, ничто извне не могло навредить вам во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы Господь кругом оградил ваши дома и все, что есть, ваши имущества. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы ставим кровь Иисуса, покрываем кровь Иисуса их дома, их семьи, кровь Иисуса, их детей, кровь Иисуса. Аллилуйя! И апостолу Павлу, апостол Павел говорит Тимофею, преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно, бывшим о тебе пророчеством. Такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно им, как добрый воин. Я хочу, чтобы вы продолжали быть добрыми воинами нашего Господа Иисуса Христа, согласно вашим пророчествам, воинствовали, покоряли вере и двигались вперед. Закройте глаза. Отец Бог, пусть сойдет мантия воина, пусть это помазание доброго воина, воина как победителя, прибудет на главах семейств, прибудет на отцах, на мужах во имя Иисуса. Пусть они будут воинствовать согласно пророчествам, и пусть каждое пророческое слово станет плотью во имя Иисуса. Халлилюя! 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 Воздачи славу Господу, мы поздравляем вас. Аида, Пашо, Альбина, Иван, Дмитрий, Светлана. Халлилюя! С Богом! Халлилюя! Служение подходит к концу, но пусть оно станет началом новых отношений с Богом. Бог хочет нас видеть как воинов, как победителей. И этот приказ и повеление каждому из нас. У нас есть утренние молитвы, кто не знал, в 6.30. Служение в среду и воскресенье в понедельник. И скоро будет пост и молитва за страну. Я уверен, что все объединятся, усилятся и будут действовать как один. Аминь! С миром Божьим! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!